Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск «Слово эксперту». Я, Алена Анатольевна Панкратова, представляю департамент психолого-психиатрической экспертизы. Сегодня мы с вами поговорим об одном из непростых заболеваний. Это обсессивно-компульсивные расстройства, которые диагностируются в ряде случаев, и что нужно об этом знать? Обсессивно-компульсивные расстройства. Обсессия — это от латинского abscessio, это обложение, осада, блокада. Компульсия — это вознуждение. Соответственно, это навязчивые идеи, разновидность навязчивых явлений. Что здесь можем мы как экспертная организация, причем здесь экспертиза? В первую очередь с нашей стороны — это диагностика. Мы диагностируем вид расстройства, диагностируем заболевание, но при этом мы не ставим на учет. В дальнейшем больной может обратиться в какую-то частную клинику, например, если это ему необходимо. Мы можем порекомендовать лечение. Мы не говорим о том, что мы лечим, мы не являемся медицинским учреждением, мы экспертная организация, но в качестве экспертного мнения мы можем это сделать. И опять же, при разных сделках, сделкоспособность, дееспособность, при совершении различных действий мы можем отрегулировать, в каком моменте разделить. У человека наблюдается обсессивно-компульсивное расстройство, а в каком это может переходить в манию или в бредовое расстройство. И здесь тоже очень важный момент, потому что это часть дееспособности, и здесь уже вступают юридические аспекты нашего общества. В любом случае нужно беречь себя, заботиться о своем здоровье. На этом все. Это был выпуск «Слово эксперту». Если у вас возникли какие-то вопросы, вы можете их задать внизу в комментариях под этим видео, либо на наших сайтах, на нашем сайте в разделе контакты по телефону, по электронному адресу. Всегда будем рады вам помочь. Спасибо вам, до свидания.